итак дамы и господа приступаем к секретной технике массажа которая называется четыре стихии она входит в рамку нашей ось тела терапии где мы выстраиваем энергетическую ось человека и будем настраивать ему ауру и чакры для этого будем подготавливать человека с самых низменных земляных энергии энергетик с нижних чакр переходить к верхним и на физическом уровне тоже будет сказываться нашу массажу и так в чем четыре стихии заключается первой стихии стихии земли это мы будем продавливать соответственно все мышцы с помощью своего собственного веса потихонечку переходя на следующее соширнение не забывайте что давить на область где идет лимфа лимфоузлы мы не будем любыми способами надавливание как вот ее расплющиваем нажимая стол в землю ну на самом деле это лучше конечно на полу делать вот будем делать все вместе кто куда коснется тот так и надавит тот так и будет работать как нам больше нравится кулаком можно коленом можно локтем но естественно там мягко старайтесь не или усердствовать ладонями любой частью тела но это делать под музыку специально примерно минут 5-7 где-то второй вид массаж это уже не вид массажа 2 на детском будем затрагивать водную стихия воды это будут такие волнообразные трясущиеся движения вы какие вы где сможете вы поймаете потрясете может быть даже слышен хруст будет момент в общем все и вот такие тоже движения плавные как бы имитирующие волны ну в общем все виды встряхиваний третий вот самый сложный будет и долгий и с одной стороны мучительные но зато потом ты почувствуешь кайф то ли не не бойся мы все будем бить бить по-разному значит все виды ударных техник постукиваний вообще есть даже отдельный вид массажа выхлопывания есть такие бабушки деревнях они вот лечат любые болезни хлопками разными способами до той степени пока покраснение чувственные гематомы но гематома в данном случае является хорошим знаком это означает что в здоровом месте у человека не вылезет синякта вылезает там где проблемка какая-то и соответственно кровь она аутогемотерапию осуществляет сам себя человек кровью лечит аутогемотерапия ну в данном случае что получается если синяк да он же сначала синий да это вот венозная кровь то накапливается потом он чернеет или коричневее коричневее становится да это начинает гемоглобин работать потом он становится зеленоватым таким синеватым это билирубин вступает в силу работу голубоватый это билирубин потом вступает лейкоциты они желтые желтый с синим сочетается получать зеленый цвет потом синяк желтеет это лейкоциты лейкоциты это легкое наш организмом вы знаете да и лейкоциты уже все продукты распада отработанных клеток они растаскивают и уводят через нашу лимфосистему соответственно если будут покраснения во время постукивания то ничего страшного но единственно что тут надо желательно работать с обнаженным телом то есть это будут и хлопки открыты девушка у нас худенькая ее надо будет твоими руками боюсь хотя мощная ладонь такая ну в общем соизмеряйте свои движения хотя может достаточно сильно тело быстро привыкает и уже потом это вот переходит в тепло в тепловую энергию следующий вид постукивания это мы ладонь делаем лодочкой вот такой да желательно чтобы нигде не проходил воздух то есть вот на камеру видно да чтобы не было нигде щелей получается такой вот у меня подушка такая воздушная подушка следующий вид постукиваний это кулачками кулачки держим расслаблено удар такой хлесткий единственно что конечно не бейте в область лимфоузлов в области почек в области органов половых в области сумных артерий там там височные и глазные глаза в общем то эти места 1 логично понятно просто берегите человека в кантом вот следующий постукивания кулаком но уже жестким такой реальный кулак который формируется плотным сжатием всех пальцев небольшое переведение большого пальца вот сюда как восточных единоборствах это особенно хорошо по видам мышцам по средине спины ведь по большим мышцам бедер и глядиц по крестцу по пяткам по стопам вот эти мышцы вот особенно можно так прорабатывать следующий вид постукивания это ребрами ладони и пальцами пальцы стучат друг об друга получается такой звук как трещотка попробуйте все получается получается вот я когда-то работал помощь у диджея 2 что на лучше всего так получается на под на прожекцию так много не получался для вас вот вы сами вырабатывать тот вид стука который вам в данный момент кайфово пришел в голову да он тоже пришел не почему-то так почему там захотелось как-то вы умозрительно подумали что вот с этим с этой части тела например надо вот так поработать где-то вам надо поработать другим стуком это надо шлюпками до плотными такими следующий вариант поступили вибрационного это так называем пальчиковый дождик слышно да похоже на поплю воды по голове вот так можно так можно после же такого куда на снять так следующий вариант поступили у нас будет вот такими палочками это кривольские кривольский массаж называемый он используется как самостоятельная процедура и в принципе как процедура для восстановления быстрого мышц человека и для антицеллюлитного массажа вот например вкажу вот на бедах здесь куда совершается практически как барабаны и палочками то есть вы держите их легонечко так не зажимая все ладони чтобы не лупили там за палкой а либо еще как барабаны барабаны палочки писали вот вот так вот должно закреплены быть только между большим пальцем и указательным старайтесь по одному месту не бить чтобы не было синяков да потому что если вы разговариваете вот так вот опрос начинает работать на всей поверхности ноги и соответственно быстрее уходят отработанные вещи которые образуются в клетках не стучать и изучать кончиками палочек это будет просто неприятно палочками можно стучать стук может идти в мире суперкосинами удар прямой а может показать немножко так будет немножко мягче покраснение так следующий вид у нас будет но это мы все будем одновременно использовать самурайский массаж так называемый делать тоже желательно огаренное тело вот такими бамбуковыми вениками когда царском союзе даже использовали для быстрого становления спортивных команд динамо например после соревнований тяжелых то есть ну когда массаж делать долго и нет времени да то прям встряхивали человек очнулся пришел себя стучится соответственно но вот смотрите если плотнее хотите поднимаете руку выше да если полегче расширяется держится за ручку стучится всей плотностью но ни в коем случае не касаясь кончиками не касайтесь кончиками иначе будет поцарапается и будет просто больно под разными углами где можно сделать посильнее вот так двойным ударом прорабатывать большие массивные группы обучается как бы достаточно просто мы сразу как бы на натуре всему этому научимся также можно стучать в принципе обратной стороны веников этими палочками по костяшкам единственное что обходите мягче где косточками ступают лопатки подвздошной кости под позвоночнику не бить да особенно если не бить по голове ну по коленкам понятно да вот эту зону можно бить его постукивать самурайский вид массажа запомнили потом мы переходим к энергии ветра энергия ветра энергия звука будем воздействовать звуком для этого мы будем использовать ну во-первых самым простым то есть всякие вот такие приемы укутываем просто быстро демонстрирует там будем импровизировать тоже тоже интересным воздействие сразу ну вот она потом расскажет она почувствует расскажет какой эффект будет после этого мы ставим тибетские поющие чаши они разного диаметра настраиваем их на чакры и вне тела человека ну просто для демонстрации я так быстро похожу человек погружается в дверь звуков помните выражение что колокольный звон лечит это православие эти чаши взят из тибета там специальный сплав где-то из пяти где-то семьи видов металла который гораздо богаче чем колокол персональным созвучиями звучит дольше то есть колокол ударить на высшем среднем минуту звучит там полторы минуты здесь до 3-5 минут идет звук и концентрическими кругами он проникает ну если ставить на человека да он проникает вглубь тела человека и практически воздействует на клеточном и субклеточном уровне на его клетке нервное окончание человек идет совершенно другой так называемый приход совершенно другой эффект после этого этого мы настроим человеком грузи кого-то состояние своими руками бесконтактно будем управлять его и и вернее энергетикой одновременно диагностирует тут же настраивая часто повелась энергетические пробки вся энергия будут проходить и у человека настраиваются гармоничное состояние ее собственных чакры энергетических каналов настроив это мы системе остеотерапия будем формировать но это лучше стоит делать можно и сидя можно лежа в принципе формировать первую ауру защитный кокон с которым она в него погрузится как в клубе матери и уйдет домой и постарается сохранить этот кокон и это состояние свое на долгие долгие годы ну как можно дольше насколько получится может там на несколько часов может быть на день два дня до постарается сохранить понятно вот ну что тема интересная давайте-ка все попробуем согласны да да вы нас смотрите вы ничего не понимаете о чем тут говорю ничего не пробуете не испытываете потому что не приходится наши тренинги просто возьмите позвоните там телефон внутри внизу по этим видео указаны позвоните напишите нам и приходите наши тренинги али колокольчик вас еще и не такому научит до новых встреч дорогие друзья